В этом году в пожарах погибли уже 24 человека. Это на одного больше, чем за тот же период прошлого года. Так, последняя трагедия, унесшая жизни двух человек, произошла в прошлую пятницу поздно вечером в Силамяев, в квартире, расположенной на втором этаже дома по адресу Ранна 39. В этот момент там находились четверо членов многодетной семьи. Еще двое малолетних детей, по счастью, гостили в этот день у родных, а старший ребенок проводил время с друзьями. Первыми на место происшествия прибыли спасатели, которые обнаружили тело погибшей матери, а еще через семь минут и погибшую девочку. Находившиеся в квартире во время пожара 36-летний мужчина и 4-летний мальчик смогли выбраться из нее самостоятельно. После чего ребенка доставили в больницу, мужчиной же первая помощь была оказана на месте и госпитализации не потребовалось. Было слышно, когда огонь разгорелся сильно, такие хлопки из квартиры, как будто баллоны взрывались. Ну, наверное, с лаком или из-под чего-то такие вот. Для выяснения обстоятельств и причин пожара полиции возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. По результатам предварительного осмотра дымовой датчик в квартире обнаружен не был. Из-за пожара была необходимость эвакуировать жильцов этажей выше. Всего 4 человека. Двум из этих эвакуированных людей была оказана первая медицинская помощь. Для выяснения причин пожара и обстоятельств прокуратура возбудила уголовное производство. Дело начато по параграфу, который будет выяснять причинение смерти по неосторожности. Пожар, о котором в кризисный центр сообщили в начале 12-го, был локализован уже в 3 минуты 1-го и окончательно потушен через 40 минут после этого. Программа «Новости Эстонии» и «Первый Балтийский канал» выражает свои соболезнования родным и близким погибших. И еще раз напоминаем о необходимости установки в жилых помещениях дымовых датчиков. Это может спасти жизнь. Сергей Дадыкин, Игорь Абрамсон, Первый Балтийский канал.